обзор очередного конструктора страниц для джунла на фреймворке варп 7 от you тем что это за конструктор чем он отличается чем он интересен подробнее в этом видео меня зовут федор васильев и поехали для тех кто не знает контора you тем достаточно давно существует популярный компонент от нее зул виджет kit и всевозможные шаблоны и где-то с шестнадцатого года у них появился новый фреймворк варп 7 это кто не знает для новичков информация это ядро основа на которой они выкатывают новые шаблоны эти шаблоны между собой отличается только дизайном по сути начинку них одна и любителям конструкторов страниц на джунла те кто знаком с grid box sp patch builder qx и другие конструкторы возможно вам это будет интересно в шестнадцатом году я знакомился с этим конструктором когда он только принципе появился он весь был на английском языке я долго к нему присматривался потом как-то я потерял к нему интерес и сейчас взглянув на одни из последних шаблонов от you тем я посмотрел что уже много перевезено на русский язык много нового и этот конструктор достоин внимания почему я записываю это видео есть небольшая так сказать история если это можно так сказать во первых у меня сейчас есть заказ клиент хочет сайт сайт визитку на джунла и он сам выбрал один из шаблонов компании you тем ему понравилось клиент выбрал вот именно вот этот ваш шаблон я его еще раз поизучал дыма этот шаблон посмотрел на него мне стало интересно я залез в русскоязычный youtube я не нашел ни одного урока на русском языке на шаблоны you тем на фреймворке в арб 7 может быть плохо искал но я не увидел этого и мне стало это интересно я буду скорее всего записи записывать серию уроков о а данном фреймворке так как здесь конструктор то есть встроенный шаблон конструктор и естественно можно записать серию уроков именно сейчас я пробегусь о в общем по настройкам данного шаблона это просто обзор а уже следующих уроках я более подробно буду показывать что здесь есть и вообще я хочу записывать уроки именно поэтапно то есть я сейчас начинаю выполнять заказ заказчику делать сайт на этом шаблоне и я сразу же буду пилить видео то есть сделаю первый экран и сразу покажу как где что располагается как что делается я думаю будет это интересно посмотреть и соответственно это будет серия уроков думаю штук 10-15 возможно будет уроков и давайте взглянем на этот шаблон изнутри я установил дэма данные шаблона в админ кис адема сайта мы переходим в шаблоны мы переходим в наш шаблон ю тем и как здесь устроено кто еще не видел здесь виде как будто бы нет настроек на самом деле вот есть кастомайзер мы сюда переходим и по сути вот он весь шаблон как бы почти визуальный редактор можем так сказать да но сразу хочу сказать те кто привык к grid box у или spp builder возможно вам покажется здесь сложно неудобно но я думаю это дело привычки то есть я сам не особо владею хорошо данным конструктором так как просто мало им занимался и мне на первый взгляд показалось достаточно неудобно здесь все но и на первый взгляд возможно мне кажется он не такой гибкий как например grid box но я вам скажу самое главное преимущество данного фреймворка и всех этих шаблонов они очень скорострельные то есть они очень быстрый очень очень быстрый несмотря на то что это конструктор а скорость показывается у сайтов очень хорошая и давайте пробежимся что здесь есть слева мы можем видеть настройки их можно вот так вот закрыть и мы попадаем обратно в шаблон здесь есть такой ползуночек за который мы можем вот так вот тянуть и смотреть адаптивность то есть действительно здесь шаблон адаптивные но если так делать неудобно у нас внизу есть такие иконочки переключения чтобы сразу можно было смотреть адаптивный дизайн также прокручивать здесь кастомайзер прямо в шаблоне то есть построитель колонок а это уже конструктор то есть можно создавать колонки можно на разных устройствах делать отображение по-разному то есть в несколько колонок в одну колонку то есть здесь это все есть и подробно будет следующих уроков например если придем в макет перейдем в сайт есть возможность загрузить логотип задать ширину высоту возможность загрузить мобильного логотипа уменьшенной копии скажем вот здесь вы видите логотип если посмотрим на мобилке здесь логотип уменьшенной копии и другие здесь настройки интересно здесь есть заготовленной позиций хедера то есть шапки сайт отображение меню и других элементов шапки если перейдем позиция header кликнем на макет то мы можем видеть ряд макетов просто кликнув на макет страница сразу обновляется например менюшка уже вот такая у нас мобильная то есть глядя на картинку можно изменить посмотреть какие есть меню например вот так встроенный поиск также имеется в данном конструкторе все современные плюшки здесь присутствуют например меню чтобы появлялась при прокрутке причем здесь несколько вариантов есть стики меню шаблон обладает богатым выбор стилей что это такое если мы перейдем в 10 стиле кликнем вот сюда мы увидим с вами просто большой ряд всевозможных посмотреть как много силе которые мы можем сразу выкатить на наш шаблон во первых мы можем здесь определиться например black отобразить только темные цвета дальше выбрать также вот здесь вот по цветам выбрать тип и другие стили и например нам какой-то стиль здесь понравился мы просто кликаем по этому стилю страница обновляется и сразу у нас вы видите меняется общий дизайн то есть и заливкой кнопки и не только цвет меняется вообще дизайн полностью меняется кнопок также нажав вот здесь вот на точку вы можете посмотреть здесь демонстрация всего что здесь есть шаблоне здесь есть и таймер и всевозможные блоки цвета и так далее и очень очень большие настройки есть а в шаблоне например что мы здесь перейдем в global то вы можете посмотреть например выбрать шрифты шрифты здесь подтягиваются из google здесь большое их не количество и можно и от google добавить какой-то свой шрифт который например будет поддерживать кириллицу и посмотрите какой огромный ряд есть настроек под разные разные моменты управление цветами размерами отступами здесь всего есть целые просто куча настроек если нужно что-то тонко настроить то можно здесь покопаться в настройках но это еще не самое главное в шаблоне самое главное это кастомайзер сейчас мы с вами до него доберемся также в шаблоне есть и анимация можно настроить любой блок с большим количеством видом анимации есть и параллакс эффекты то есть вот после вкладки стиль у нас идет конструкторы смотрите что происходит как только мы переходим в конструктор даже вот здесь вводя мышкой по блокам мы можем видеть что у нас появляются такие знаете знакомые элементы кто знаком с конструктором spp builder очень похоже то есть есть карандашик это сразу редактировать этот элемент по-русски причем здесь уже это перевели копировать этот блок сохранить библиотеку здесь тоже библиотека или удалить этот блок соответственно здесь также слева это отображается то есть смотрите вот если я здесь мышкой вожу то у меня здесь и рамочка подсвечивается какой элемент я выделяю соответственно здесь вы можете например удалить заголовок вот заголовок удален а если зайдем какой-то элемент более детального настроить эта картинка да и тут есть еще вкладки настройки тоже всевозможные дополнительные настройки и например ниже если вы хотите добавить колонку это можно сделать здесь например нужно добавить колонку да вот здесь вот есть такой плюсик мы сюда нажимаем секция то есть мы добавили секцию переходим например в карандаш можно сразу придать стиль изображение видеофон всевозможные отступы анимация причем анимация выбор достаточно большой если вы почитаете что секция большая надо разбить на несколько колонок то здесь вот есть такой карандаш если кликаем сюда кликаем вот сюда и вы видите сразу есть макеты да то есть разновидность соотношение сторон например все пополам надо ровненько выбираем то у нас делится макет на две части то есть колонка редактировать колонку редакции вторую колонку можно здесь сразу перейти например изображение давайте какой добавим выбрать вот изображение здесь добавилось у меня в колонку но здесь надо со ступами поиграть до чтоб картинка полностью умещалась в данном шаблоне есть замечательные плагины то есть везде их можно добавить вот где плюсик появляется если кликаю по плюсику смотреть всплывает вообще знакомая картина да кто пользуется конструкторами есть также мои элементы то есть это с какие-то сохраненные заготовленные элементы в данном случае мне ничего нет и здесь смотрите кнопка например кнопку я добавляю да здесь вот ее практически не видно вот здесь она маленькая такая давайте попробуем добавить вот здесь если я клику по плюсу например кнопка вот появилась вот кнопка до сразу можно ее редактировать то есть вот настройки кнопки то есть например более маленькая кнопка большая кнопка и много-много настроек соответственно здесь если вы посмотрите достаточно много всяких элементов которые вы можете использовать на главной странице вообще на любой созданной вами странице вот он по сути весь наш огромный конструктор то здесь много чего есть и он развивается дальше меню модули и на настройки можно загрузить сразу свою фавиконку маленькая иконочка что приятно здесь есть баннер куки то есть политика в отношении куки информация то есть внизу всплывающее окно здесь она задается легко просто задаете правил куки и внизу появится такой бар с информацией в отношении куки пользовательский код соответственно конечно можно вставить дополнительно если перейдем есть отложенная загрузка изображений что хорошо для скорости сайта есть новые технологии используем новое поколение изображений в.п. то есть здесь уже в шаблоне то сразу у нас есть внешние услуги можно сразу подключить google maps google карты подключить код google аналитики и естественно такого рода шаблоны тесно интегрируются заграничным сервисом рассылки mailchimp здесь тоже это есть также хочу сказать что с шаблоном вместе устанавливается модуль кастомайзер давайте его посмотрим переходим расширение модули создать вот он здесь видите билдер сюда кликаем название даем позицию выбираем опубликовано кликаем open builder и попадаем опять же наш шаблон ту позицию где мы его выбрали например это хедер может быть и а в данном модуле мы можем вывести любой этот плагин который присущ данному конструктору который мы сами смотрели вот такой вот небольшой обзор я сделал для начала если эта тема вам интересно отпишитесь в комментариях что вы об этом думаете интересно ли вам будет если я запишу серию уроков более детально по настройке именно прям как создать сайт с нуля на данном шаблоне мне будет интересно посмотреть почитать что вы думаете об этом на этом я видео заканчиваю и увидимся в следующих видео